Если ты слушаешь некий Red Battle с участием интересных персонажей, то всегда ты можешь для себя там подчеркнуть более глубинные темы, которые завернуты в какие-то стихотворные рифмы, с адресом, с отсылом какие-то твои истории, где что-то произошло, тебе укажут на твой какой-то гелый путь, расскажут, где ты не прав, в чем виноват, кто может тебе помочь, как делать не надо и так далее. То есть такие вот завернутые, как Кровосток, допустим, в своих стихах, что-то там толкает кому-то. Это что-то доисторическое ты сейчас процитировал. Это начало 2000. Нет, это 2004 по сей день. Так что, если что, я расскажу. Чуть-чуть на тему вот этой красоты слога и так далее. Почему Окси Оксимирон проиграл гнойнами? Потому что он как раз-таки в эту красоту ушел. Вот это вот там изящество мыслей. Ты сейчас зашкварные вещи говоришь про Окси, про гнойн. Ну, нафиг. Не, ну, это был самый резонансный, да, самый ожидаемый. Слово зашкварные, это же тоже оттуда, да? Слово зашкварные тоже зашкварные. Из рэп-баттлов. Нет, не, зашкварные, это изначально тюремный жаргон, да, да. Сейчас он, ну, благодаря рэперам, да, вытащил, ну, вышел, да, в топы. Почему Окси проиграл гнойнам? Потому что он был слишком, вот, умный. Академический? Да, да. Так я сейчас не про проигрыш, а про то, что интересно было слушать. Вот конкретно их батл. Ну, да. Это единственный батл, который я посмотрел от и до. Нет, нет, я смотрел все батлы Оксимирона, еще несколько, но тяжелые. Я уволюсь, нафига. Ничего, ничего вы смотрите вообще, понятия не могу. Ну, ладно, не, ну, хорошо, а что вас объединяет? Вы вот не деретесь, да, не рэп не слушаете, что вас объединяет? А я тебе скажу, я тебе скажу. Раздолбайся. Во-первых, работа. Во-вторых, когда я собирал еще не на этой работе редакцию, я пригласил Крылова, Кадырбаева. Это совершенно два противоположных друг другу по многим показателям человека. Но когда они вместе, они настолько дополняют и образуют нечто единое целое, что мне работать в этом коллективе и наблюдать за всем вот этим происходящим. Ну, ты сейчас очень абстрактно говоришь. Ты можешь рассказать конкретно, что есть в Креме? С ними объединяет рок-н-ролл и какие-то общие взгляды на такие очень, знаешь, провокационные позиции. Например, с ним по лезвию классно ходить, по краю, по пропасти. Сходили недавно по лезвию. Крылов – это совесть. То есть на него смотришь и ты понимаешь, что надо смузи попить иногда, понимаешь? Ну что, иногда надо пускать такие словечки. Тончик надо накидать опять. Это тебе Тончик уже. Свой лексикон. И потом ты смотришь и понимаешь, что он журналист. Он мегапрофессиональный журналист. Наверное, из нашей команды он самый профессиональный журналист. Не, редактор. Я уже не журналист. Хорошо, редактор. Прости, пожалуйста. Ты ходишь сиськи фотографировать. Какой-то редактор. Да, мне нравится, понимаешь, как он. У него вкусовщина классная. Человек вкуса – это Крылов. Он очень утонченный. Тонкий. Не, ну если мы работаем с медиа, ребята, реально, мы должны следить за картинкой. Я всегда буду стараться. Вот у нас мы пришли. Знаете, мне уже хочется зевать от этой темы. Да, давайте, раз уж вы использовали это слово «волшебные сиськи», поговорим о груди, да, как часто вы обсуждаете сексуальный аспект своей жизни. Постоянно. Постоянно. Господа. Нет, сиськи – это не сексуальный аспект, это просто как данность, как часть вообще жизни. Чего ты сиськи привнешь к сексу сразу, тут же. Для него это ты ручка. Он питается куриными грудками просто, поэтому… Это ты и куриными грудками. А, для меня все ручки, да. А для него, ну, если он питается из груди, тогда в таком случае. Нет, нет, для меня это эстетично в первую очередь. Ну да. Ну давай, раскройте ему сисик. Ну, Майя, в чем вопрос, я не пойму. Я вообще про твою сексуальность спрашивала. Есть ли она у тебя? Конечно, никакой. Как часто вы обсуждаете этот достаточно интимный аспект человеческой жизни? Считается, что мужчины очень открыто говорят об этом. А мне кажется, что мужчины стесняются или привирают. Или привирают, например, приписывают себе какие-то победы. А вот это вот, знаешь, мужчины, настоящие мужчины не приписывают победы. Только поражение приписывают. Только, да. Они вообще ничего не приписывают. Хорошо, слушай, а вот скажи мне, пожалуйста, ты мог бы своему другу рассказать про какое-то свое фиаско? Если это будет уместно... Любовная фиаско. То есть зайдет, но и фиаско. Да, я расскажу. А так, чтобы, слушай, чувак, я вчера такой... Ну, как бы это хвастовство. Ну, не просто хвастовство, да, это некрасиво. Ну да, как минимум, невоспитанное. Нет, я хочу вот именно истории трагических, то есть не знаю. Фиаско. Нет, был реально смешной секс в моей жизни. Нет, я думаю, что женщине легко об этом... Мужчине легко говорить об этом женщине, но другому мужчине, наверное, нет. Близким друзьям, во-первых, ты не будешь с этим говорить, с каким-то об этом, с посторонним человеком. А друзья, вот мои, допустим, друзья, они меня знают, такого там, мудака, кретина, ну вот меня таким. И поэтому мне признаться в какой-то ситуации, которая меня будет выставлять в не лучшем свете, мне вообще ни разу не зашкварно. Потому что они, ну они знают, что Жарков это вот он, ну вот это Жарков. Он мог бы от себя купить. Да, типа, блин, типичный Жарков. Вот, а про сиськи я хотел следующее сказать, что почему-то с возрастом разговоры о сиськах часто сводятся к некому соревнованию, что лучше, сиськи или жопа, проголосуй. Ну вот я человек, который выбирает в основном сиськи. И то не факт. И даже я уже не чураюсь силиконом. А, окей. А что значит даже нормально? Да я вообще занял в последнее время силикон. Почему? Они такие красивые. Ну тебе не кажется, что это какое-то смешательство? Нет, подожди. Это же право человека. Что это университет. Нет, ну знаешь, мы там дырки в ушах не делаем. Нет, я тоже уважаю право женщины, которая решила себе сиськи сделать. Вот здесь мне интересно просто. Тебе не смешает, что это очень похожее на другую такую пару. Бывают неповторимые сиськи. Силиконовые? Да. А бывает очень много однообразных не силиконовых сисек. Ну тут у меня, конечно, опыт не такой, видимо, богатый. Хотя я хожу в баню Аросан и могу тебе сказать, что ты привираешь. Разные крутости. Слушай, а много стало с силикона, вот ты видишь? Очень много. Не-не-не. Вот мой взгляд, мне интересно. В бане Аросан не очень много. А в раздевалке World Class процент выше. Но, тем не менее, до сих пор, я думаю, что процент натуральных выше. Нет, нет, конечно, конечно. За счет очень маленьких. У нас еще, видите, не настолько высокий уровень благосостояния народного. В общем, я просто хотел сказать, силиконов в последнее время радует. Я не возражаю против него, скажем так. Карим, что тебе? Особенно, если девушки с ним хорошо. Я за монтажную пену в основном всегда. Силикон нет, монтажная пена, да. Монтажная пена, потому что металлопластик. Вот такие я люблю. А люкабонт еще? А люкабонт, это... Слушай, чувак, это за шкваром попатьевает, если ты за пенку. За монтажную. Не путай. Я так понимаю, что Карим просто единственный человек, который в постоянных отношениях. Я, да, я сейчас лет живу в постоянных отношениях, меня в сиське вообще мало интересует посторонние. Это мне так сказали сказать. Только свои. Если спросят, скажи так вот. Пользуясь случаем, передай привет. Ладно, давай, следующий вопрос. Хорошо, про готовку, про еду давайте поговорим. А что еда? А что еда? Любите готовить? Нет. Я обожаю готовить. Конечно, еще больше я люблю ездить, но я обожаю готовить. Мне, короче, сложно там два часа готовить, чтобы за 20 минут это съесть. Иногда я так делаю, но скучно. Вот то же самое с женщинами. Ты тебе сложно два часа обхаживать, чтобы потом за три секунды все кончилось. Ты думаешь, что... Нет, нет, нет. Ты сразу... Может, пойдем? Я ухаживаю иногда. Ну, кстати, интересно, что ты адепт здорового питания. Я, пожалуй, среди женщин не встречала людей, так тщательно следящих за... Маечка, поживешь с мое? Знаете, сколько вообще ему лет? Нафиг. Знают. Знают, да, все. 39. Выглядит как... А у них 23, как будто ты... Не будем о возрасте. Ладно, не будем. Ладно, не будем. Не, на самом деле, просто в какой-то момент ты понимаешь, когда там обмен веществ замедляется, начинает живот расти. Ну, ты думаешь, что? Надо думать, что ты ешь. Питание питанием, а бухает он так же, как и бухал. Это нормально все. Ну, это святое, потому что надо просто... Не, ну, как бухает. Ну, тоже уже не так. Честно, не так. Абсолютно не так. Потому что я уже понимаю. Я видел, как сейчас тебе два стакана виски и все, ты готов. Я вчера так набухался, пацаны. Кто? Нет, я так не говорил. Нет, я говорил, что у меня иногда... Вот сейчас я стал следить за тем, что после вина уже красного много, столько не выпишь, голова реально болит. Ну, не свежий ты с утра. Потом яблочный мартини, как ты обычно делаешь, да? Яблочный мартини и чуть-чуть тоника, пожалуйста, налейте мне. Кстати говоря, правда, что мужчинам в Казахстане до сих пор стыдно, не знаю, заказывать коктейли? Потому что это жаль. Я пью это весело. Не слышал. Не слышал такого? Я слышала в такие ассоциации, что коктейли для девочек, а мужские напитки это крепкие. В основном коктейли, потому что они на вкус довольно приторные, я не люблю приятные. Нет, подождите, если ты заказываешь космополитен коктейль, то ну да, наверное, возможно. А что плохого выпить сладкий коктейль? Да ничего, не вкусно. А, невкусно? Кусок торта можете съесть, правильно? Я торт постоянно не помню, куда ем. Не суть. Не хочется. А это есть прям такие по подаче женские коктейли, вот прям по подаче. То есть, видите, зонтик. Да, зонтик там. Нет, я люблю смешивать вкусы. Я понял, что я люблю. Вот у меня одно время была идея там заняться, ну, я не знаю, курсы барваны, это, наверное, скучно, странно. Но я люблю смешивать вкусы, и это интересно. Но опять же... О вкусах не спорим. Кстати говоря, в фильме, да, который послужил поводом для нашей встречи, алкоголь тоже, да, играет. Это неотъемлемая часть. Играет роль в разного рода коллизиях. Мне понравился синопсис, прочитанный мне. Мужчины говорят на самые разные темы. Вот давайте об этом. О чем? О самых разных темах? Или о коллизиях под алкоголем? О роли алкоголя в том, что говорят мужчины. В том, как говорят мужчины. Могут ли мужчины говорить без алкоголя? Разные, во-первых, и он ведет, как правило, к разным последствиям. Иногда ты хочешь о жизни поговорить, иногда ты хочешь реалити-шоу устраивать, да? Ну вот расскажи, вот я как раз тоже право. Интересно. Это уже какая-то реклама. А, тебе стыдно за что, за реалити-шоу? За то, что я перебрал алкоголь, который мне не нужно перебрать, и вынес жарковый мозг просто. А можно поделись с нами, потому что вы очень абстрактно говорите. Нет, я не хочу об этом говорить. Жарков, ты хочешь об этом говорить? Я могу. Надо. Он призывал меня к барьеру. Я призывал к барьеру стреляться, швырял в его крючатку. Я даже секунданту нашел. Он секунданту привел. В общем, некрасиво было с моей стороны. И это был тот выход, который мне не стоило пить в таком количестве. И вообще его не стоило. Вообще, это очень удобно, да? Выбрать какого-то плохого копа, плохой алкоголь, и списывать на него все свои дурачки. Нет, после этого я стал пить пиво, и нормально. Но прошла неделя, и Карин говорит, сразу после этого он сказал, так, все, я, короче, завязываюсь с алкоголем, это не мое, я отучился, разучился пить. Проходит неделю, говорит, нет, оказывается, я не разучился пить. Я просто не тот алкоголь выбрал тогда. То есть, понимаешь, походу, переобулся в полете и нашел себе... Я переобулся, я потом посидел так же, выпил столько же другого алкоголя. Нормально, я приехал домой, что-то посмотрел фильм, написал статью, и потом лег спать. Вообще, я пил столько же, столько же времени, и примерно в той же компании. Вообще, совсем-то другого все было. Интересный антропомический фильм. А еще про лунный календарь не забывай. Про лунный календарь. Опять же, еще... Коридор затмений, да? Черные дыры. Я родился в чем-то дыре. Марс в третьем дыре. Не забывай, что я родился на сексуальной базе. Сифолина чего? Сифолина Жансугурова. Черная дыра, Филиндр. Белинская. Там заканчивается история человечества. Да ладно, нет. Ребят, когда я ему об этом говорю, он отнекивается. А вот, возвращаясь к теме кино, то есть первая, вторая часть более-менее понятна, да? Первая такая шальная про дружбу. Но она каноничная, я считаю. Вторая, там больше всплывают уже каких-то таких очень проблемных моментов в жизни мужчин. Вторая серия, она возрослела сама по себе. А что вы ждете о третьей? Я жду, что она будет хотя бы чуть-чуть как первая, ну и юмора. Мне кажется, там дети будут. Дети были в предыдущих частях. Нет, дети были, да. Были, да, их еще в первой части были, потому что там мышка, да, тут про... Папа, я покакала. Да, даже мне кажется, что вот для меня сейчас очень актуальный вопрос. Почему у меня нет детей? Я думаю, ну, где-то я для себя как-то все это выстраивал, рисовал, режиссуру как будто разрабатывал. Вот, совсем не так, как было у наших родителей, скажем, да? Там все было больше спонтанно. То есть, да, было сложно, комната в общежитии, отсутствие стиральной машины. И никто не ограничивал себя вот этими планами, что вот надо быть готовым к рождению ребенка. Ведь это рождение не ограничивается. Да, да. Я думаю, тогда... С контрацепцией было хуже. Во-первых, с контрацепцией, во-вторых, какие-то социальные условия были таковы, что если ты там после 20 не женишься, то ты что-то... Социальная защищенность? Нет, даже не защищенность. Ага, давление, я бы сказал. Давление было определенное, ты был не до конца там как-то, ну, типа, что-то там, до 30 не женишься, все, вообще, крест на человеке можно ставить. Стараюсь. Не, ну на тебе уже можно поставить? Ой, можно, 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 можно вопрос. Вы все не женаты, кое-кто разведен, неоднократно, да? Еще неоднократно увидит зайчик. Не женился, да? Отработанный материал, я себя так называю. Скажите, пожалуйста, оказывает ли на мужчину давление общества, как на женщину, например, что ты в определенном возрасте, там, у тебя нет семьи, ты не женат, у тебя нет детей, к примеру, вот то, о чем ты заговорил. Я тебе отвечу на этот вопрос. Чувствуете ли вы это давление, ощущаете ли вы это давление? Я это не ощущаю, как давление, но разговоры со стороны мамы, тети, дяди, они часто сводятся к тому, ну, когда же уже, там, скорее, просьбы, а не давление, типа, вот, и, ну, то есть, прям, ну, Андрюшенька, ну, пожалуйста. Я такой, так, алло, хоре, а, все. То есть, окружающим все равно, да? Причем, знаешь, я не понимаю, какое давление может быть на женщину. Женщина же, в принципе, у нее же там какой вариант, она должна согласиться, да, и все. А мужчина давит как, то есть, ты когда пойдешь нормально и, там, уже оформляешь свои отношения. Да, я же внуков хочу. Да, вот это, я же внуков хочу, это, типа, вот, а я, как бы, если не готов к детям еще, то есть, и, в принципе, то есть, меня не спрашивают вообще, да, то есть, я готов к детям? Нет, мы хотим внуков. То есть, ты слышал такие вещи, да? Я, да, слышал. Я слышу их до сих пор. То есть, тебе, то есть, женщина какая-то, то есть, такая, скорее, там, типа, есть, говорят, типа, когда ты выйдешь замуж, ну, как бы, ну, не зовут, и я не выхожу, да? Я же не могу, там, выйти, этот, и объявление подать, срочно выйду замуж. А у мужчины, как раз, когда ты решишься сделать шаг и пойдешь, там, женишься. Мне интересно, что, опять же, женщина ставится в какую-то пассивную, да, позицию, опросительнице, да, а мужчина это такой победитель, который пойдет, выберет, и вот он просто ждет. Нет, 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 понимаешь, то есть, я не понимаю, что это, это не вопрос, что там какие-то привилегии. Это тебе так повезло, у тебя 6 лет постоянные отношения. Ну, прекрасно. Или ей так повезло? Ну, на самом деле, я слышала неоднократно от мужчин уже такого возраста, там, не знаю, за 35, например. Что? Что, особенно тех, кто не был в браке, что на них, они тоже ощущают это. Они тоже слышат эти вопросы. Во-первых, я не понимаю, как раз. Они тоже смотрят, что там у ровесников уже есть дети, например, для семьи. Общество настолько осатанело, что, не знаю, то ли у людей вот своей жизни им не хватает, то ли еще что-то, что они постоянно лезут в чужую личную жизнь и спрашивают, когда ты вот это, какое твое собачье дело, когда я женюсь. А я считаю так, что здесь важно различать, то ли это давление на тебя, то ли ты сам испытываешь давление. То есть на тебя это давит. Это разные вещи. В зависимости от того, самодостаточный ты или нет в принятии собственного решения и отсутствии поиска. Я думаю, что ты еще, видишь, ты еще невосточный, ты еще невосточный человек. Ну как невосточный, я восточный, я на Востоке родился. Я не пойду задавать вопрос, знаешь, они поженились, им спрашивают, а когда дети? Какое твое собачье дело, насколько у него там регулярный секс, может, я не знаю, там, и насколько у него фертильный опыт, да, то есть. И ты задаешь себе вопрос, это же бестактный, это скотский вопрос. Когда вы будете рожать? Иди ты нафиг. Знаешь почему? Это не твое собачье дело, когда мы будем рожать и будем ли вообще рожать. Знаешь почему? Ну, у людей, ну, многие люди мыслят довольно шаблонно и стандартно. Ну, поэтому и они ждут, что люди поженились, должны рожать детей. Или не поженились, там, уже, там, за 25, почему не... Ну, это же, это же вопрос просто о том, как мыслит большинство. Ну, а ты не большинство. А я с чего начинал? Я с самого начала сказал, что мужик это набор шаблонов. Так, понимаешь, я вопрос, как правило, женщины, значит, насчет детей, там, насчет этих... А я, конечно... А я ничего не могу сказать. В смысле, а что я должен был сказать? Про что мы еще начали? Мы начали говорить о том, что мужчины тоже ощущают, ну, какой-то вот бестактность, скажем так, общества, да? В плане личной жизни, там, сталкиваться матримониально. Смотри, есть такая штука, конечно, женщинам в каком-то смысле сложнее, потому что репродуктивный возраст у мужчин и женщин, ну, отличается, это же понятно. Видимо, поэтому тоже определенные загоны есть в этом смысле. Типа, доча, не успеешь. Ну да, это не очень, конечно, приятно, очень неприятно. Но у мужчин чуть по-другому. Как я говорил, то есть, не нужно, женщине видит, не знаю, влагалищик, который должен танцы устраивать. Или инкубатор, который должен новых детей... То есть, в первую очередь, знаешь, женщина... То есть, я вижу человека лично, в первую очередь. Второй, там, женщина, мужчина, это, то есть, там, вторично. То есть, если человек, мне интересен как личность, тогда да. Тогда, окей, мы с ним будем общаться. И заведешь с ним детей? Детей нет. Вопрос именно про личность. Маечка. У Карима, видишь, примат личности над репродуктивными. А сводится все к тому, что там ты должен жениться, ты должен родить и умереть. Все, и больше нет ничего дальше. Нет, ну это одна из частей твоей программы биологической. Вот, будь добр, соблюдаю. Я не считаю себя в этом программированном биологическом. Еще скажи, что ты в судьбу не веришь. И в гороскопы, да. Ну ты веришь в гороскопы? Ты читаешь в гороскопы? Ну серьезно. Я видел, как их писали, понимаешь, как я могу их читать. Ну, в смысле, серьезно? Мы же работаем в прессе. Я не призываю тебя читать гороскопы из Вечерней Алматы или... О, а, реклама была? Сексистка. Вот, по-моему, Павел Глоб из Вечерней Алматы хуже, чем Павел Глоб из Космополитона, что ли? А, между прочим, в детстве я читал гороскопы из Вечерней Алматы. Учитывал. Кто-то по знаку зодиака. Козел. Козерок, да? Козел. Козерок, да. И как ты охарактеризуешь свой знак? Майя. Следующий пункт. Мне кажется, это что-то ты куда-то наличь не приходишь. Читает ли Андрей гороскопы? Ну, это мохнатая с копытами. Нет, он не читает, не читает, мальчика. Я же даже атеист. Даже нет, агностика. Хорошо, заботит ли вас ваш внешний вид, ваша внешность? Как много времени вы проводите перед зеркалом? Я всегда лишь больше заботил. Сколько вы, не знаю, шмотки выбираете, как долго? У меня делится, знаешь, об осуждении утром. Я проснулся, я понял. Или потолстел, или ты там не свежь. Потому что она уже колется. Вот так вот. Вот это вот так все делается. Майка на пузе сама расправится, погладится. Все. Козерков, ну нельзя назвать тебя небрежно одевающим человеком. Тоже давай не лукавь. Все равно ты же... Это мои итальянские корни, понимаешь? Я на 162-й итальянец, поэтому где-то это вот так вот проявляется. Этот факт, что ты пару раз был в Италии, не говорит о том, что ты на 162-й итальянец. Та лазанья она не делает тебе итальянцем, осевшая в твоем желудке. Ну, Артем у нас известный, конечно, нарцисс. Вот посмотрите на этот красиво понятый воротник. Он же джинсовую курку из мёсра достал, смотри, он наконец-то пригодился ему. Ну, мне интересно, вы друг другу говорите, что ты, чувак, набрал килограммов, не знаю, тебе надо похудеть. Ну, знаешь, допустим, он похудел, 25 кило скинул. Вот это мы заметили. На шестой, просто на средакте на шестом этаже тяжело подниматься. И мы такие, глядя на вот это, понимаешь, это даже кого-то вдохновило, и мы такие, блин, Карин, ты молодец. Потому что, ну, в самом начале никто не верил, даже он сам. Нет, нет, я верил. Ты верил? Ну, потому что ты всегда веришь в самое главное. Он сказки очень сильно любил. Да, конечно. Да, а мы такие... В глубине души я тоже верил. Ну, это такой вызов был для него, типа, давай, слабой, не слабой чувак. Он вписался в этот эксперимент, который мы назвали, дневник мешка. Ты сейчас видишь результат? Ну, ты помнишь его же таким прям? Ну, представляете, ну, вот это вот... Ну, я вообще не тяготею к тому, чтобы людей мешками называть. Вот опять же возвращаясь к вот этой мужской неполиткорректности, окей. Нет, на самом деле, это название, во-первых, я придумал. Да. Ну, не важно, не важно. Автосатира не перестает быть там сарказмом или сатирой. Ты можешь быть против, но ты не спаришься. Это, на самом деле, вдохновляет. Ну, смотри, бывает же и женщины довольно саркастичны к себе. Вдохновляющиеся название дневником мешка или твой результат? Выйти из этого состояния. А, в смысле, мотивирует тебя как-то подначили. Ну, вот есть одна там персонаж в Фейсбуке, которая там называла себя Жирухой и так далее, смеялась над этим. И книгу еще написала. И книгу, да, под названием «Жиры». Ну, это окей, это же такой какой-то там цинизм, ирония. Нет, я ничего против не имею. Мне просто интересно покопаться в этом, понять механизмы, как это работает. Логику найти. И понять, почему Жарков, господи, я начинаю их путать, почему Крылов выглядит более гладким, розовеньким, чистеньким и ухоженным, чем я. Вот это меня тоже интересует. Ничего себе привыкся. Расскажи, пожалуйста, о своей рутине по уходу. Нет, нет рутины. Просто есть крем для лица, который... Балет. А? Балет? Пусть будет балет, да. Не, ну серьезно. Спермацетовый. Без комментариев. Некоторые люди не поймут, что спермацет это... Не связано. С ригли сперментом. Ну, давай, давайте насправим, спермацетовый закончим, да? А потом я, Майя, тебе распишу. Ну, не стесняйся. Ну, правда интересно. В этом нет ничего постыдного, мне кажется. Да, Майя, ничего такого особенного не делаю, поверь. Ничего особенного, что... Это просто хорошие гены, да? Что... Да. У тебя... И мама косметолог. И подруги во французском доме. Понимаешь? Ну, тадам. Все сошлось. Все-таки проскочило. Все звезды сошли. Классно, повезло тебе. А что, друзья? Ты вообще знал... Мы не сказали ни слова о спорте, да? Это вообще... Да, спорт. Спорт это... Это очень важно, это очень интересно. Самое скучное, самое унылое. Вот что тебе раскладано по поводу спорта, как... Ну, что в моем вообще понимании, как спорт может делить людей на категории. Да, я люблю делить людей на категории, особенно мужиков. Потому что так проще. Так проще, но это мне удобнее, это как-то там, знаешь, сразу позволяет тебе, как сканер... Дифференцировать. Да, дифференцировать. И вот, допустим, я заметил такую вещь, что мужики, которые являются поклонниками командных видов спорта, Вот они вот в жизни точно так же командно себя проявляют иначе, чем те мужчины, которые, допустим, любят какие-то индивидуальные виды спорта. Такие там, как теннис, или, я не знаю, гимнастику, какие-то единоборства. Я знаю, Жарков мне надо уголил единственного футбольного болельщика из редакции. Единственного. Он же сам. Так получилось, да. Как командный игрок я просто понял, что здесь идет игра против команды, понимаешь? Вот. И то есть, наверное, мне там вами управлять намного проще, ввиду того, что я сам являюсь поклонником футбола настолько, что у меня командный мозг где-то там в каких-то ситуациях проявляется. Кстати, да, я никогда об этом не думал. А как ты классифицируешь людей, которые не смотрят спорт? Я говорю, что там про человечество. Нет, я про мужчин, которые не любят спорт. Они тоже есть. На мой вид, не то чтобы это странно. Они любят, например, там, не знаю, живопись, балет, кино, в конце концов, литературу, книги читают. И джусай. А спорт вот не любят. Да, ну ты говоришь, тебе просто на категории делить людей. Да, я в смысле, я с самого начала начал говорить о том, что делить на категории тех, кто в принципе любит спорт или к нему как-то относится. А если его вообще, вот ему монопененциально, спорта и у него там увлечение живописью, ну как бы, окей, я их не делю. Ну, просто с ними не общается. Почему же Крылова вот у нас есть? Увлекается вышивкой. А чем ты увлекаешься, Артем? На самокате катаюсь. Это же спорт, видишь? У меня сын купил себе самотокат. Причем, заметь, индивидуальное слово само, понимаешь? Да, да, да. Вот он самошник, понимаешь? Нет, кстати, это мысль про командный вид спорта. Я не помню спорта. Я на самом деле занимаюсь спортом, потому что я вынужден. Я понимаю, что если я брошу заниматься спортом, то все. Нет, опять же, это не спорт, это фитнес. Мы говорим, Жирков говорила о спорте как явлении. О том, чтобы быть болельщиком, да. Болельщик ко мне, я ненавижу это вот. Особенно я не люблю бокс. Вот на фоне этого повального увлечения всех вокруг боксом, я прям, господи, это же, ну вот, не нравится мне все. Я понимаю, что там какая-то тактика и все это, стратегия, но и... Для меня все время два человека бьют другую морду, один друг... И хотя бы один из них рискует умереть, в конце концов. Рано или поздно. Или остаться там, не знаю, с какими-то повреждениями мозга там навсегда. И для меня это странно, что на это можно смотреть и как-то этому радоваться. То есть... Я представляю себе на месте их семьи, которые смотрят, что человеку бьют там в голову, и он реально может там остаться варидом. Да, там смысл в голову ударить. Я понимаю, что это как бы... Или в печень. Это варварство. То есть ты понимаешь, что ты смотришь на то, что люди бьют друг друга. И это... При том, что чаще всего там грозит втащить с ноги именно Кадрбай в нашей редакции. Это его люди. Я ни разу не тащил, заметь. Он хорохорится. Это такая тактика. Гражусь себя ногу обоссать. Так что ты тоже ни разу не сделал. Ну, я просто прячу вовремя его бюро. Под стол. Он просто постоянно меня пинает под столом. Вы понимаете, с кем я работаю, да? Я их очень хорошо представляю. При этом я их люблю, уважаю, мне с ними интересно. Я абсолютно никак, понимаешь, не является препоном для меня в общении с ними. То, что они не любят оба футбол, ну ладно. Да, кстати, я не люблю футбол. Они даже там, знаешь, теннис от хоккея иногда отличить не могут. Не, ну могут там... Вот. И при этом все равно мы вместе. Мы такие разные, но мы вместе. Ну, Сирена Блинец похожа на хоккеиста, понимаешь? Как там просто... Особенно в форме. Особенно в форме. Да, вот эта вот характерная хоккейная юбка. Да. Так. На рыбистку, скорее. Характерная хоккейная юбка. Ребят, мне кажется, мы уже из нашего регламента, да, выбиваемся? Уже выявились. Если вы хотите... Смотрите кино. Обязательно. Да. Приходите в кинотеатры, смотрите кино. О чем говорят мужчины продолжения? Спасибо. Теперь ты повращайся, как положено, к профессиональному журналисту. Дорогие друзья, дорогие друзья, вот мы наконец-то и преодолели эти 30 минут настоящего мужского разговора. До новых встреч. Приходите в кинотеатры. Спасибо, что вы были с нами. И простите нас. Да. Да все. До свидания. Пока. Пока.